Добрый день, дорогие друзья! Одна из самых удивительных вещей в этом мире это двойные стандарты. К ним прибегают многие. К сожалению, иногда и левые к ним прибегают, двойные стандарты используют. Чаще их используют либералы, но чаще всего их используют охранители. То есть, смотрите, если я верю в Путина, в Единую Россию, и вдруг слышу, что кто-то фальсифицировал выборы, вбрасывал бюллетени, устраивал какие-то карусели на выборах, что я должен думать? Вот если я искренне, по-настоящему верю в Путина, во всю эту систему, что я должен думать? Это какая-то провокация? Срочно, Следственный комитет, прокуратура, разберитесь, что это за директор школы, что это за учителя, что там вообще произошло, почему выгнали наблюдателей, почему не пускали Росгвардию, полицию на участок, они там чем таким незаконным занимались? У нас честные выборы, Путин всегда побеждает, большинство за него, по-любому. Никаких нам не нужно вот этих провокаций, это все попытка дискредитировать российские выборы, разобраться по всей строгости закона. Нет, почему-то мы такого не слышим. Почему-то охранители, когда они слышат о фальсификациях на выборах, они говорят, вам показалось, это фейк, ничего не произошло, никаких вбросов не было. Это был компьютерный монтаж, это графика такое сделала. Вот здесь похожая ситуация. Если они говорят, что да, да, Навальный не являлся там в суд, не являлся в ОФСИН, не отмечался, он должен сидеть, это все понятно, это все замечательно, хорошо. Но давайте просто сравним. Несколько новостей, что происходит с окружением Навального, и, казалось бы, такого же уровня преступления, который должен просто изо всех сил расследовать следственный комитет, почему-то игнорирует эти события. Следственный комитет завел дело о мошенничестве против спонсора ФБК. Помните, спонсор ФБК, спонсор Навального, это же все американцы. Все спонсоры из-за границы, госдеп, разведки. Нет, оказывается, спонсор ФБК это некто Александр Хоменко. Он якобы похитил из бюджета Московской области более 30 миллионов рублей, полученных в качестве оплаты по госконтрактам на ремонт здания техникума. Бизнесмен находится на Украине, его объявили в розыск. Вот так вот, поспонсировал Навального. Слушайте, я Навального, вы знаете, мое отношение к Навальному весьма двойственное. Я к другому политическому лагерю отношусь. Но вот пример. Человек поспонсировал Навального, пришлось сбежать и скрываться в другой стране от уголовного преследования. А теперь внимание, компромат групп информирует. Personal Information, Name, Сергей, Last Name, Веремейнко. Кто же это такой? Зачем я вам это вообще показываю? А это депутат Государственной Думы. И здесь представлены его персональные данные. Из Калифорнии. У 65-летнего депутата Государственной Думы от Единой России Сергея Веремейнко есть бизнес-интересы и активы в США. В американских реестрах есть некий Сергей Веремейнко. Родился он в тот же день, что и российский депутат. Это просто совпадение. Вы не думайте, это не депутат. Это просто похожий. Одноименец, однофамилец и день рождения в один и тот же день. В далеком 94-м году на территории штата Калифорния ему выдали Social Security Number. Номер социального страхования. Он в Америке заменяет паспорт, водительские права. Все, что хочешь, заменяет. Ну нет, водительские права у них на втором месте по популярности в качестве документа. Паспорт они не носят, но вот этот номер надо помнить наизусть. Следом Веремейнко купил коттедж. Больше, чем за миллион баксов. Это в 94-м году. Сейчас этот коттедж стоит, наверное, лямов 5, а то и 10. В калифорнийском курортном поселке Harbor Point на берегу залива Ричардсон. 5 спален, 4 ванны и 2 камина, бассейн, площадь 390 квадратов, участок 13 соток. Сейчас это имущество оценивается дороже. Свыше 4 миллионов. А, ну вот, не дочитал до конца. Веремейнко продолжает вести дела в Америке. Он резидент бизнес-центров Лос-Анджелеса и Беверли-Хеллз. Подождите. Это депутат Госдумы. Не городской думы какого-нибудь там Оренбурга. Не региональной думы Вологодской области. Даже не Московской думы. Нет, он Государственной думы. Это депутат от Единой России. Которого должны были турнуть из партии. Потому что он нарушает закон. Если эта информация верна, он преступник. Он должен сидеть. Желательно с конфискацией. Но он продолжает сидеть не в тюрьме. Не на скамье подсудимых. Этот человек судит и принимает законы. Подождите. Нодовцы. Нодовцы. Федоров. Вот предатель. У него домик. Документы американские. Вот эти люди принимают нам законы. Вот они, американские агенты. Где там протесты против Единой России? Против вот этого Сергея Веременко. Где они? Нет, нет, нет. Пока оппозиция не найдет. Пока компромат групп не опубликует. Мы не будем этого замечать. Вы думаете, ФСБшники, ФСИНовцы, все вот эти ребята, они не в курсе? Ну нет. Если ты спонсируешь Навального, то ты получаешь преследование. Если ты воруешь деньги у России и вывозишь их в Америку, дружок, какие проблемы? Это хлеб своровать опасно, а вагонами воровать? А вот еще веселее история. Приватизация продолжается. За 110 миллионов рублей, вы только вдумайтесь, что продано. За 110 миллионов, это цена, ну там, трехкомнатной квартиры в центре Москвы. Вот в самом центре Москвы, трешка, даже некоторые двушки стоят вот такие суммы денег. Это не какая-то супер космическая сумма. Ну хорошо, даже в самых там небогатых городах, там, каком-нибудь Пермь, там, 20 квартир, то есть там, один подъезд, это уже стоит такую сумму денег. Завод марочных вин Коктебель. Победителем аукциона в электронной форме было признано ООО «Завод марочных вин Коктебель», который заранее был создан и арендовал это имущество. «Завод принадлежит семье главы службы внешней разведки России и бывшему спикеру российского парламента Сергея Нарышкина». Ну надо же, какое совпадение. Какой уважаемый человек. И семья у него очень талантливая. А прокуратура, следственный комитет проверочку не хочет замутить по этому поводу. Коррупционной составляющей, блата какого-нибудь, там нету за этим. Я бы, может быть, тоже хотел. Слушайте, я, наверное, походил бы месяцок по знакомым и, наверное, с большим трудом я бы даже в кредит бы лет на пять нашел бы эту сумму денег. 110 миллионов – это не космическая сумма. Это полтора миллиона долларов. Что купил семья Нарышкина? Что она получает за эту сумму? 73 нежилых зданий, производственных цехов и других объектов недвижимости. 73 объекта недвижимости. Земельные участки. Коукциону были допущены всего две компании. Победитель торгов – Нарышкинский завод марочных вин «Коктебель» и какой-то ООО НТЦ «Кристалкор». А также одно физическое лицо. А почему остальных до торгов не допустили? Ну ладно, это вопросы риторические. Нарышкину ничего не угрожает. Не волнуйтесь, Сергей, как вас там по отчеству. Не волнуйтесь. К вам прокурор не придет. Пока. Пока не придет. А это вам понравится еще больше. Губернатор Московской области, постановление, бла-бла-бла. Примировать по итогам работы за 2020 год лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе Химки Московской области в размере 25 должностных окладов. Друзья, а сколько у вас должностной оклад? Не хотите получить оклад на два года вперед? Не в смысле в долг, а просто в виде премии. Я работал в школе, да, вот в московской школе. Зарплата у московских учителей хорошая. Если ты работаешь много, а я совмещал там несколько должностей, и кружки там вел, и за Олимпиады отвечал, и проекты делал, и в московской электронной школе работал. Зарплата выходила около сотки. Если откинуть всякие там надбавки, ну чисто оклад, где-то тысяч, наверное, 60. Вот 25 окладов. Это ж сколько получается бабла? Вот им не стыдно. Я подчеркиваю. Это не какие-то министры. Это не какие-то там супер должности. Это муниципальные служащие. Чиновники химик выписали себе премии на 25 дополнительных окладов за заслуги города. Есть в Московской области такой конкурс, называется «Прорыв года». Город налаживает у себя экономику, приводит в порядок социальную сферу, особо отличившимся дарят деньги. Губернатор Воробьев дал на это 1 миллиард рублей. Его делили сразу несколько округов. В идеальном мире награду должны были вложить в дальнейшее развитие. Но это в идеальном. На деле химки получили бабки, 140 миллионов за первое место, и чиновники вместо вложения в автобусные остановки, в ремонт школ, детских садов, они просто эти деньги себе выписали. Премию урвали примерно все. Главы заместителя, начальники управления, их заместители, начальники отделов управления. Кто кроме себя? Спрашивает телеграм-канал. Вот по этому факту, по таким фактам у нас когда-нибудь расследования будут, когда чиновники выписывают себе премии, когда родственники чиновников, очень известных чиновников, очень высокопоставленных чиновников, потом вдруг приобретают себе огромный завод, 73 нежилых здания. Да за такие деньги я сам их готов купить. Я уверен, что реальная стоимость гораздо выше. А что касается депутата от Единой России, из Госдумы, который является, судя по всему, аффилирован Соединенным Штатам Америки, какая-то кара, наказание ждет этих людей? Мне почему-то кажется, что ждет. Мне почему-то кажется, что не за горами то время, когда ситуация начнет очень резко меняться. То, что мы видим, это только начало. Вот представьте себе, как изменится ситуация, когда люди поймут, что наша цель одна, общая, одна на всех, другая, нормальная Россия. Евгений Ступин в интервью меня хорошо сказал, не прекрасная Россия будущего, хотя бы для начала нормальная Россия. Вот когда люди поймут, что мы не за Навального и не за Платошкина, не за социализм, не за развитой капитализм, мы за собственный дом, за свою страну. Я боюсь вот этот единый порыв, который объединит в себе либералов, социалистов, коммунистов, монархистов, всех людей, кто недоволен тем, что есть сейчас, а таких людей подавляющее большинство. Это власть, знаете, засверкали только пятки у Мамаевой Орды, засверкают только пятки у Володиной Орды. Друзья, вместе мы сила, пора просыпаться, делитесь этим роликом, ставьте лайки, пишите комментарии. Прорвемся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok